7 лет колонии за публикации в соцсетях, которые якобы оправдывают терроризм и разжигают ненависть. Такое наказание московскому активисту Михаилу Кригеру назначил 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Помимо тюремного срока, активисту запретили на протяжении 4-х лет администрировать сайты. Вину Кригер не признал, заявив, что его судят за антивоенную, а теперь и откровенную проукраинскую позицию, которой он не скрывает. Детали истории очередного российского политзаключенного. Далее в нашем сюжете. 16 марта, накануне оглашения приговора, прокурор во время судебных прений запросил для Михаила Кригера 9 лет колонии. По версии следствия, мужчина посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Путина. Уважаемый эксперт называет то мероприятие, которое мы стремились всей душой, убийством. Это не так. Потому что это не убийство амгазии. Амгазия является государственным актом. И, например, по решению нацистских преступников, руководителей, кстати, государственных деятелей по решению университетского трибунала, не как никто убийство не называет. Это была разница. И я мечтаю действительно дожить этот момент, когда барабан не будет. Перестраем солдат, выстроим. Корея. Красиво так. Будет действительно определенное исполнение. После судебного заседания Кригер спел украинскую песню «Ой, улузи, червона колына». Ему начали аплодировать. Песня «Ой, улузи, червона колына, боже, слиласья! Чего уж наша слава Украина зажурилась! А в леную червому колыну мы имемо! А мы нашу славу Украину герой взвеселимо!» Михаила Кригера задержали и поместили в московский СИЗО в ноябре прошлого года. Против мужчины возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом стал пост Кригера в Фейсбуке от 2020 года, в котором упоминается Евгений Минюров, стрелявший у здания ФСБ в Москве, а также Михаил Жлобицкий, подрывавший себя на входе в ФСБ Архангельска. Оба мужчины погибли. Кригер назвал их героями. «Буквально за несколько минут до взрыва пользователь, называвший себя Валерьян Панов, написал в открытом телеграм-канале «Российский анархизм», что намерен устроить взрыв и погибнуть. Он мотивировал свой поступок тем, что ФСБ, цитирую, фабрикует дела и пытает людей». Суд в Москве несколько раз продлевал арест Михаила Кригера. «От Миши для всех! Всех очень люблю! Всех, кто пришел! Всех слышал в автозаке!» Михаил Кригер участвует в акциях протеста против власти Владимира Путина и политических репрессий уже более 15 лет. «Что такое 12 лет Путина, которые нас, полагаю, ожидают? Это как минимум 12 лет беззакония, бесправия и коррупции. Это как минимум 12 лет еще существования такой линии, как политзаключенные». А это кадры с антивоенного митинга после вторжения России в Сирию. «Когда вы своих сыновей будете получать в сынке, в разобранном ли виде, или целиком, или вообще вам не дадут вскрыть этот гроб, потому что придет какой-нибудь прапорщик из военкомата и запретит вам открывать этот гроб. Вспомните, пожалуйста, о том, что вам было глубоко плевать на то, что сейчас задевает наша власть. И вспомните о том, что вы горячо одобряли вот эту новую затею нашего бессменного диктатора, так считаю я». Пикет в Москве против агрессии России в Украине, которая началась в 2014 году. «Мы все видели своими глазами, как спецназ, на 2015, стримовал здание городской администрации в Краматорске, в Славянске. Ну, спецназ отличить от шахтеров и трактористов, это я могу, уж извини меня, приятель. Значит, еще раз смотряю, если бы не было там российской армии, то, может быть, они бы, конечно, за свое отделение иставали. Я не против этого их права. Пусть бы они выдвигали своих депутатов в Раду, пусть бы там сколотилась какая-то фракция за отделение, и пусть бы они путем многочисленных, многолетних депатов требовали бы отделения от СНИГа. «Политические причем, да». За его позицию, в том числе антивоенную, Михаила неоднократно задерживали и штрафовали. Добрейший в душе человек, честнейший человек, у которого, который, к сожалению, очень сильно пострадал от кризиса 2008 года, чисто экономический, потому что был свой бизнес, которого это, конечно, угнетало. И сам он из Днепропетровск, кстати. Почему он? Он объяснял мне, что он из Днепропетровска, у него родные из Днепропетровск. И поэтому для него Украина как бы там вторая родина. В день приговора Михаил Кригер выступил в суде с последним словом. Активист подчеркнул, что действительно, цитата, «мечтает дожить до такого праздника, как повешение лживого тирана и мясника Владимира Путина. И считает ФСБ аналогом гестапо». Обращаюсь ко всем, кто меня слышит и к тем, кто прочитает эти мои слова. Если вы когда-то услышите, или почитаете, что Кригер передумал, или Кригер отказался, извинился, покаялся и т.д., то знайте, мы им близки или надо мной, или их посередного угроза. И за всем нам следует, за всем коротенько, мы обращаем славным моим землякам, защитникам ріди Украины. Шановные украинцы, люди мои друзья, верно за все, для меня тоже, что я могу быть в поле с вами, улавливая ССРУ, например. Поэтому только могу поблагодарить вам перемоги. Хай счастливы вам, рады сестры, слава Украине. Мягче.